Еще раз Так, сети, пожалуйста Видно, слышно, все, отлично Мы продолжаем цикл вебинаров Готовим к ЕГЭ, учим решать задачи Сегодня третья лекция Тема ее обучения решению задач По законам сохранения механики и статики Ну, напомню, очень кратко, поскольку Может быть, кто-то сегодня впервые Метод, которым мы будем пользоваться Излагался в основном на первом вебинаре Вот здесь совершенно кратко В нескольких словах вывода первого вебинара Что задача – это психологическая ловушка Внимание ученика, она устроена так, задача Что внимание ученика по неволе фокусируется на вопросе задачи А не на описании ситуации и условий Хотя, на самом деле, решить задачу Можно только вникнув в эту ситуацию Выход из ловушки Мы назвали золотое правило решения задачи Оно состоит из трех простых Ну, под правил Закройте вопрос задачи Первое – это нужно перефокусировать внимание С вопроса на условия Поэтому закройте вопрос задачи и сосредоточьтесь на ситуации, описанной в условии Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Второе – запишите эти закономерности в виде системы уравнений Не боясь использовать величины, не упомянутые в условии И только после этого можно открыть вопрос задачи И после этого решить полученную систему уравнений относительно с помощью величины Может быть, не удастся сразу Но, по крайней мере, когда уже эти уравнения написаны То становится понятно, что нужно делать Золотое правило решения задач Вот мы говорили, оказывает решающую помощь Но, все-таки, задач слишком много И, чтобы их успеть разобрать Часов не так мало по физике Не так много по физике Маловато Но, очень важно вот, что ситуации Вокруг которых группируются задачи Их очень мало Несравнимо меньше, чем задач Мы называем эти ситуации ключевыми И вот методика исследования ключевой ситуации То, чем мы будем сегодня заниматься Это, вот, она кратко тут изложена Первые два пункта Такие же, как в золотом правиле Какие закономерности справедливы для данной ситуации Как записать их в виде уравнений или неравенств А дальше уже мы расширяем Вместо того, чтобы решать относительно Вот, кстати, к вопросу о слове уравнения Вот, дело в том, что значение слова уравнения Оно разное В математике и физике Вот, в математике уравнение Называют равенство Содержащее неизвестную Которое уже обозначено как неизвестное Обычно буковка Х любят обозначать Зверь Пометим зверя, за которым мы будем охотиться И это удобный прием Но мы физики Мы называем уравнением На самом деле Любое равенство, содержащее физические величины Например, мы говорим Уравнение второго закона Ньютона Хотя в него входят три величины Ф, М и А То есть мы расширяем понятие уравнения И правильно делаем Понимая, что всякая формула Которую Вот более точное такое универсальное название Равенство Всякую формулу И равенство, точнее Или неравенство Ну, равенство чаще, да Ее можно Она является И это очень важно Именно это главная идея Нашего метода Каждая формула Каждое равенство Является на самом деле Потенциально Заготовкой Для большого числа уравнений Потому что Каждую величину Входящую в эту формулу Можно Обозвать неизвестной Если остальные Все величины известны И не слишком мудреная Эта формула А слава богу В скольном курсе Мудреных особо нету То Тогда эта формула Становится уравнением И мы можем Ставить задачи Прямо С этого надо Начинать уже В седьмом классе Вот первая же формула В равно Л делить на Т Вот Они привыкли Иксом обозначать Потому что Они эти задачки Решали уже В пятом В шестом классе У них есть текстовые задачи На движение Довольно много задач Но мы впервые Не меняем обозначение У нас Скорость В Путь Л Время Т Независимо от того Известные они Или неизвестные Вот этот вот Новый подход В седьмом классе Когда они начинают Решать задачки По физике Детки Они все норовят Неизвестно обозначить Буквкой Икс И некоторое Вот время Энергия Уходит на то Чтобы Их от этого Отучить Вот очень важно С самого начала Видеть Все соотношения Как потенциально Уравнения Вот собственно Это и есть Самое главное Это и есть Все закономерности С помощью которых Мы можем извлекать Новую информацию Значит Следующее Какие задачи Продолжаем Какие задачи Можно поставить Используя Эти уравнения То есть Вот здесь Слово уравнение Мы как физики Используем То есть Это формула Каждую величина Которая Может быть Известна Или неизвестна Дальше Следующий пункт Может ли Самое интересное Может ли Произойти В данной ситуации Качественные изменения Отрыв тела От поверхности Остановка Разрыв Заклинивание Конденсация пара Если это другие Пробой конденсатора Вот И Вот Качественное Исследование Оно часто Необходимо При решении Задач Второй части ЕГЭ Потому что Сначала Надо понять Что происходит Вот что В этой ситуации Например Начнут ли Сила двигаться При данных Силах Которые Или Например Будет ли Происходить Конденсация пара Ну и Самое интересное Как можно Видоизменить Данную ситуацию Расширя В области Силы Вот Используя Метод исследования Ключевой ситуации Ключевых ситуаций Мы на самом деле При исследовании Одной ситуации Разбираем Десятки задач Поэтому Это колоссальная Экономия времени На одном уроке Можно Вот так Подробно Разобрать Парочку задач Но можно Разобрать Одну ключевую ситуацию Вот это Урок Одной ключевой ситуации Я уже упоминал О том Что вот На эту тему Мы будем проводить Вебинары Вот у Альбины Александровны Булатовой Моего соавтора Заготовлено Несколько тем Она их Очень интересно Рассказывает И вот Другие соавторы Игорь Николаевич Корнили Сегодня Который Тоже с нами И Анжелика Васильевна Кошкина Которая Надеюсь Тоже с нами Вот Мы будем Рассказывать Я надеюсь С начала Учебного года С сентября Сейчас обсуждается Возможность Чтобы мы Дай бог Если в перечне Мы будем Будет в перечне Мы в нем будем На что мы надеемся То мы попытаемся Организовать Вот такую Систематическую Регулярную Ну как бы Помощь Учителям Которые Вот будут Работать По нашим Слышкам Вот идем дальше Ключевые ситуации В механике Вот урок Одной ключевой ситуации На предыдущем Вебинаре Мы Говорили О Кинематической Динамике Сегодня мы будем Рассматривать Законы сохранения И статику Причем Вот я специально Отобрал Две ситуации Но очень Такие Плодотворные Самые Может быть Плодотворные Ну а первая Вообще Вот очень Плодотворная Вторая Как раз она На ЕГЭ Недавно была Пару лет назад И У нее Очень красивое Расширение Тоже известная Ситуация Вот первая И вот ей Можно посвятить Урок Неравномерное Движение По окружности Вертикальный Простой Какие задачи Сюда Попадают Движение Груза Подвешенного На нити Движение Шайбы По мертвой Петле Соскальзывание Шайбы С полусферы Движение Шайбы Внутри Горизонтальной Трубы Лежит Труба И внутри Шайба Она может Оторваться Всюду Во всех этих задачах Рассматривается Момент Отрыва Схода С окружности Либо Ставятся вопросы О силе С которой Либо Натянута Нить Либо Шайба Давит На Желоб Мертвой Петли Или на Трубу Или цилиндр Внутри Которого Она Движется Или В какой момент Полусфера То есть Вот этот момент Для этих ситуаций Всех Справедливы Три Закономерности И только Их мы По существу И используем Значит Тут нужно Деткам Объяснить Что Вот школьная физика На самом деле Очень простая Важна в них Вот эта уверенность В том что это Простая Что это не Сверхлажная Это на самом деле Такой Довольно скромная Часть Физики И Важно чтобы они Это видели И не боялись Вот например Динамика Да Вот второй закон Ньютона Мы его реально Применяем Только Вот полностью Можем Описать Движение Всего Навсего Для двух Случаев Для движения Вдоль одной Прямой Когда равнодействующее Направлено Вдоль этой Прямой И для равномерного Движения По окружности Вот движение Планет Например Или там Маятник Конусообразный Маятник Значит Вот по существу И все Всюду Где идет Речь О движении Неравномерном По криволинейной Траектории Нужно обязательно Использовать Закон о сохранении Можно при этом Еще и закон Ньютона Использовать Но это уже Дополнение Значит Вот второй закон Закон сохранения Энергии Используется В механике Второй закон Ньютона И выражение Для сопростояния На ускорение Вот Начать Всюду Где это можно Лучше Начинать С эксперимента И вот Обе ситуации Которые мы Сегодня Рассмотрим Я всюду Предлагаю Эксперимент Который Можно поставить Он очень простой Совсем простой Вы его сами Можете поставить Можете предложить Детям Чтобы они его Подготовили Но проще Вот этого Вообще Наверное Ничего не придумаешь Груз на нити Подвешенный Или на легком стержне Спицу Можно использовать Что тут Единственное Важно Чтобы Ну Внутри трубы Кольцеобразные трубы Это не Что-то сложное Игорь Николаевич Просто Внутри Горизонтальной Лежащей трубы Значит Вот для того Чтобы Шарик Двигался Например По окружности Не наматывалось Нить при этом На Гвоздик Если мы Вот удобно Верхний конец Нити Привязать К колечку И Тогда нить Не будет наматываться Колечко Будет скользить По оси Там можно Гвоздик выбрать В качестве Значит Ну Хорошо параллельно Поставить Опыты Из Груза На легком Стержне Чем Отличается Движение Груза Подвешенного На нити От Движения Груза На легком Стержне Если нету Звука Попробуйте Перезагрузить Страницу Иван Владимирович Так Мы Движемся Дальше Значит Вот Ставя этот опыт С движением Груза Подвешенного На нити Предлагаем Ученикам Сразу Заметить Что Возможны Три Различных Режима Движения Груза В зависимости От того Какая Скорость У него Если скорость Сравнительно Небольшая То груз Будет совершать Мой Курсор Виден Вот подтвердите Пожалуйста Курсор Виден Да Спасибо Значит Вот Вот это Первый Режим Да Если мы Столкнем Не очень сильно Внизу Сообщем Не слишком Большую скорость Груз будет совершать Колебания Двигаясь Сюда Сюда Вот И При этом Он будет двигаться Подойдя Окружно Если Толкнуть Сильнее Но Не слишком Сильно Вот видите Скорость Больше Чем здесь То Груз Поднимается Выше Оси И в Некоторые Точки Сходится Кружность И Нить Начинает Провисать И Как дальше Движется Груз Дальше Он движется Как тело Брошенное Под углом Горизонта По параболе И Третий Случай Если мы Хорошенечко Толкнем Его Сообщим Достаточно Большую Скорость То Груз Будет двигаться По окружности Вот эти Три режима Какие Вопросы Можно Поставить Вот Вы Этот Опыт Показываете Он очень Простой Дети Могут Поставить Если Вы С ними Обсудите Заранее И Продемонстрировать Очень Полезно Деток Привлекать К этому Какие Вопросы Можно Поставить При Каких Значениях Тут Надо Только Не Слишком Длинную Нить Брать Я Вот Прикинул Что Для Того Чтобы Скорость Не Была Слишком Большой Во-первых Нить Должна Быть Прочная Потому Что Когда Крутится Мы Увидим Что Нижняя Точка Должна Выдерживать Как Минимум Шестикратную Силу Тяжести И Чтобы Не Была Большая Слишком Скорость Длина Нити Скажем 20-25 Сантиметров Уже Это Будет Видно И Настолько Большие Скорости Какие Вопросы Можно Поставить Ну Например При каких Значениях Скорости Груза В нижней Точке ВН Обозначен Реализуется Каждый Из этих Трех Режим Рассмотрим Каждый Из них Подробно Вот Первый Колебание Груз Обратите Внимание Мы Не Задачу Решаем Уже Поставленную Где Есть Вопрос Мы При Рассмотрении Эти Этой Одной Ситуации На самом Десятки Задач Сейчас Разберем А Если Вы Просто Задачи Разбирали Вот Мы Две Задачи Максимум И Задачи Разобрали Перешли К другой И На самом деле Сох Не Извлекли Это Как Вот Опытные Грибники Я Сам Такого Не Являюсь Но Мне Рассказывали Что Вот Он Найти Гриб Обязательно Ищет Рядышком Потому Что Рядом С Одним Грибом Обычно Находятся Какие Другие И Тут Нужен Именно Такой Подход Вот Мы Ситуацию Сцепились Мы Развиваем При этом Исследовательский Подход Мы Много Задач Разберем Потому Что Те Соотношения Которые Мы Получим С их Помощью Можно Поставить И решить Очень Много Задач А Вот Так Вот Только Конечно Исследовать Ситуацию Надо И Решение Уже Поставленной Задачи Когда Есть Вопрос Но Мы Ее Как Вы Так Ну Только Надкусили Задили Вот Конкретно Для этого Суще Разобрали И Бросили Бросили Еще Вот Целый Ну Вот Яблочко Вкусное Яблочко Надкусили И Выбросили Вот Значит Вот Давайте Смотреть Первый Режим Колебания Груз Не Поднимается Выше Точки Подъема Какие Закономерности Справедливы В этом Суще Закон Сохранения Энергии Механики Да Которые Связывают Максимальную Скорость Максимальную Высоту Подъема Вот H M Я ее Обозвал Вот она H M И Скорость Груза В нервной Точке Вот V N Вот Отчуда Из этих Соотношений Это Геометрическое Соотношение Для H Я Вот Специально Красными Рамочками Объел Ну Такие Результирующие Тормулы Вообще Вот Смотрите Вот В режиме Онлайн Да еще и После рабочего дня Выкладки Проверять Ну Трудно И даже Следить за ними Трудно Поэтому Я предлагаю Так Вы Вот Ну Я Надеюсь Что я тут Не ошибся Хотя все Возможно Значит Поэтому Вы Спокойно Вы презентацию Можете Скачать Вот там В разделе Файлы Вверху Есть такой Прямоугольничек Затогнутым Верхним Правым Углом Там Есть два Файла Вот Это Презентация Сегодняшнего Вебинара И сертификат Вот Поэтому Вы Сюда Сможете Скачать Я думаю Что уже Наверное Многие Это Сделали Значит И Там Все Спокойно Вы Сможете Не торопясь Проследить Я Прямо Подготовил Их Так Чтобы Можно Было По ним Следить Прямо Вот Занятия Проводить В Классе Или Индивидуальные Занятия Значит Я Не буду Сейчас Такой Ну Скроллинга Не будет Потому что Мне вот Подсказали Мои Соавторы Что Неудобства На Предыдущем Вебинаре Что Туда Сюда Дергался Документ Поэтому Сейчас Будет Ити Только Смена Экрана Целиком И Вы Спокойно Во всем Разберетесь Поэтому Сейчас Следите За Главной Основной Мыслью Не Пытаясь Перепроверять Потому что Это Вы Спокойно Сможете Потом Сделать И Тут Никаких Сложных Выводов Тут Нет Значит Вот Это Мы Можем Получить Здесь Соотношение Между Скоростью В нижней точке Это максимальная скорость И максимальным углом Отклонения Вот Теперь Какие задачи Можно поставить Вот Теперь Простые Начинаем С самых простых Очень важно Чтобы начал Чувствовать Ситуацию Ребенок Значит Самых простых Не надо Сразу сложные Мы Вот От простого К сложному Это Золотое Правило Любого Преподавания И вообще Входа В любое Тело Значит Какие задачи Можно поставить Какие у нас Величины Скорость Нижней точки Максимальная высота Подъема Груза Максимальный угол Отклонения Можно найти Любую Из этих Величин Если Заданы Остальные Вот Начать Надо С таких Простых Дальше Следующий Образ А какие Еще Закономерности Справедливы Справедливы Еще Второй Закон Ньютона Запишем Его Проекция Кнорадиус И Давайте Начнем С самого Простого В нижней точке Траектории Вот там Мы знаем Скорость ВН Вот он В нижней точке Траектории Какие силы Действуют Сила натяжения Нити Действует И сила Тяжести И вопрос Сразу задаем Какая из этих Двух сил Больше Поможет Какая из них Больше И почему Она больше Раз Тело Движется По друге Окружности Значит Ускорение Центространительно Направлено К центру То есть В данном Суще Вверх Значит Сила Натяжения Нити Должна Быть Больше Чем Сила Тяжести И поэтому Возникает Вопрос Чему Равен Вес Груза В нижней Точке А вес Это как раз И есть Сила С которой Груз Растягивается Вверх Значит То есть Вес Груза Как раз И равен Силе Натяжения Но только Для нижней Точки Вот в определении Груза Намеренно Ограничиваются То есть Вертикальный Подвес Либо горизонтальная Опора Потому что Иначе Размывается Понятие Веса И лучше Ограничиваться Конкретными Вот этими Значит Поэтому Будет Эти речь Только О нижней Точке Значит Вот Используя То соотношение Которое На предыдущем Слайде Было Между Скоростью В нижней Точке И максимальным Углом Отклонения А вот Мы кстати Записываем Я забыл К из 2 Все больше И вот Мы записываем Это и есть Уравнение Второго Закона Ньютона С использованием Выражения Для центра Соединительного Ускорения В квадрат Делить на Р Я Р Обозначил Длину Миссии Ну чтобы Не забывать Что это Радиус По которому Он Писал Значит Вот В данном Случае Они В разные Стороны Направлены И поэтому Проекция На Осих Направленную Вверх Вдоль Радиуса ТН Нинус МЖ Равно МВ Нижняя Квадрат И делить на Р Вот Какие задачи Можно из этого Соотношения Поставить Чему равен Вес Груза В нижней Тройке И вот Используя Соотношение Которое Только что Было Получаем Такое Соотношение Очень просто Выводится Что тут Интересного Мы получили Во-первых Что тут Интересного И какие Задачки Можно Поставить Значит Что Интересное Что сюда Не входит Длина Нити Вот Казалось Бы Да Маленькая Нить Большая Нить Оказывается Что Это Соотношение Вот Оно Зависит Только От Массы Груза И от Максимального Угла Отклонения Нити Равна Ли Ну Длина Нити 20 Сантиметрам Или 2 Метрам Оказывается Это Не На Первый Вгляд Не Очевидно Значит Если Вначале Мы Нить Отклонили На 90 Градушах Например То Тогда Косин Альфа Максимального Нулю Равен И Получаем Что Т В Нижней Точке Силы Больше Силы Тяжести Вот Тройной Вес Это Не Тройной Вес Это Тройная Сила Тяжести Вес Равен Тройной Силе Тяжести Вот Можно Разомтать И Другие Начальные Углы Вот Здесь Например Если Мы Отклонили На 60 Градушах На 30 Градушах На 45 Обычно Этими Углами Там 30 45 60 90 Да Такой Значит Мы Можем Определить Каким Будет Какая Будет Сила Натяжения Нити Низной Теперь Давайте Рассмотрим Крайнюю Точку Траектории Вот У нас Максимальный Угол Отклонения Крайнюю Точку Вот Здесь Мы Сейчас Повод Будем Вспомнить О Нормальном И Тонсенциальном Ускорении Уже Оно Начало Мелькать На ЕГЭ Поэтому Сейчас Кратненько И тут Хороший Повод Как раз Об этом Скажет Крайней На Ось Направленную Ось Направленную Центру Значит Т Минус Я вот Очень аккуратно Черчусь Делал Смотрите У меня Проекция Силы Тяжести На Эту Ось Как раз Равна По Модулю Силе Натяжения ТК Я бы Знаю Потому что В этой Точке Скорость Груза Равна Нулю Это Крайняя Точка Значит У нас Нормальное Ускорение МВ Квадрат Делит Р Равно Нулю То есть Мы Получаем Что В этой Точке Силы Натяжения Нити Равна МЖ Косинус Альфа Максимального А может Такой вопрос Быть Провокационный Чему Равен Модуль Ускорения Груза В крайней Точке Вот Здесь Давайте Вспомним Вот Если Ускорение Направлено Произвольным Образом Не К центру То Его Можно Разложить На Две Составляющие Направленную К центру АМ Называется И буковкой Н Латинской Обозначается И тенденциальная Буковкой Тау Но иногда Т Значит Они По теореме Пифагора Ускорение Модуль Ускорения Равен Корню Квадрата Мой Суммы Квадрата В данном Случае Крайней Точке Поскольку АН Это В квадрат Делит На Р В данном Только Случа Если Это Крайняя Точка В равно Нулю АН Равно Нулю Нормальное Ускорение Поэтому А равно Просто Атенденциальному То есть В данном Случа МЖ А я тут Описался МЖ МЖ Косинус Альфа МЖ Косинус Альфа Я Ну Прошу Прощения Вот Т Сейчас Одну секунду Или я Может правильно Написал А Нет Нет Это Проекция Не на Вот эту Ось Это Вот это Был бы Синус Альфа Давайте разберем У нас Не Синус Альфа Таки Противолежащий Это угол Так что Это Выражение Правильное А равно МЖ Синус Альфа Все нормально Косинус Альфа Это Проекция Силы Тяжести На Ось Х А Для Тенденциального Ускорения Проекция На Вот эту Ось Это Таки Будет МЖ Умножить Так что МЖ Умножить Синус Альфа Потому Что Вот Синус Противолежать Так что Ошибки Нет Значит То есть Ускорение Груза Модуль Ускорения Груза В крайней Точке Равен МЖ Синус Но мы Можем Используя То же Самое Простую Вот это Соотношение Найти Произвольные Точки Сейчас мы Дальше Вот давайте Вот Ну Перейдем Сначала К этой Да Вот Это в крайней Точке И вот Интересный Случай Когда Вначале Нить Отклонили На 90 градусов Тогда у нас Вот Действует Сила тяжести В этой точке Сила натяжения Нити В этот момент Обращается в ноль И у нас Ускорение Равно По модулю Ж Все Груз Начинает Свободно Падать Только Начинает Как бы Не замечая Нити Он ее Довольно Скоро Сразу Заметит Конечно Вынужден Будет Из-за Ноличия Нити Двигаться По окружности А не По вертикали Но в начальный Момент Ускорение Груза Равно Ускорение Свободного Падать Мы еще Встретимся Сегодня С случаем Когда ускорение Груза При движении Будет равно Ускорение Свободного Падать Промежуточное Положение Груза Рассматриваем Начинаем Вот теперь Вот это А максимальная Альфа Которая Меньше Чем А максимальная Снова Мы выписываем Те же самые Два соотношения Вот это Аш Это высота На которую Поднялся Груз Над нижней точкой Вот это Закон Сохранения Энергии Закона Ньютона И кроме того Вот это Геометрическое Соотношение Как Аш Связано С длиной Нити Р И с углом Отклонения Вот данный момент Вот какое Мы выражение Получаем Вот из вот этих Трех Тут очень просто Выводится Вот это Формула Которая Показывает Чему равна Сила натяжения Нити При заданном Угле Не в нижней точке Вот мы только что Разобрали И мы видите Мы идем От простого К сложному Значит В нижней точке Значит У нас Мы только что Разобрали В крайней точке А теперь Мы ищем Где-то у меня Ускорение было С массой Я прошу простения Где А вот тут Да-да-да Вот это Вот такие Есть ошибка Спасибо Игорю Николаевичу Вот в этом Вот выражении Которое Обведено Рамочкой Ну видите Именно старуха Бывает Проруха Но стареха Тем более Значит Буква КН Тут лишняя Можем ее Зачеркнуть Это Можем ее Спасибо за субтитры Чтобы не было Света О Поправили Спасибо Игорю Николаевичу Я Выверял Сегодня И все равно Видите Так что Не торопитесь Учеников Наказывать За ошибки Видите Это К сожалению Возможно Так Ну я Могу Отправить Может мы еще что-нибудь найдем По дороге Так Идем дальше Значит Вот Вот мы получили Соотношение Для силы Натяжения Нити При произвольном Угле Отклонения И Вопрос Какие задачи Можно поставить И какие выводы Можно сделать Ну Чему равна силы Натяжения Нити При заданных Альфа И максимальном угле Вот Отклонили на угол Там 60 градусов Чему равна силы Натяжения Когда угол Будет равен 30 Заметим Отсюда Видно Что Сила натяжения Нити Не может обратиться В нуль Во время колебаний Вот пока Внизу Груз движется Не может Почему Потому что Альфа Меньше Просто Просите Альфа Меньше Чем Альфа Максимальная А поскольку Косинус Это убывающая Функция Отсюда следует Что косинус Альфа Больше Чем косинус Альфа Максимальная А тут Их даже Три А этих Только два Поэтому Сила натяжения Нити Внизу Вновь не Обращается А вот В верхней части Может Обратиться Вот Ну и Чего равно Нормальное Тангенциальное Ускорение Произвольные Точки Тут тоже Нет проблем Тангенциальное Это всегда Будет Проекция МЖ Касательную А нормальную Можно найти Зная скорость В этой точке И используя Вот это Соотношение Что МЖ Т-МЖ Касательная Альфа МВ Квадрат Делить Майор Мы все Уже Знаем Поэтому Мы можем Найти АН АТАУ И по тюреме Пифагора Найти Модуль Ускорения Груза Вот Рассмотрение Промежуточного Положения Груза Открывает Нам Дорогу К Исследованию Второго Режима Движения Провисания Митин Вот давайте Теперь Рассмотрим Это Вот Мы толкнули Сильнее И Наш Грузик Забрался На Верхнюю Часть То есть Он поднялся Выше Точки Подвеса Груза Что При этом Происходит Я Специально Вот видите Другое Обозначение Вел Вот Это Отклонение Ники От Вертикали Вот Угол Бета Между Радиусом Направленный Вверх Потому что Иначе Там Альфа Становится Больше Чем Пи Пополам И Начинают Дети Путаться С Знаками С Тригиналистической Функции Поэтому Лучше Чтобы Угол Остров Там И Синус И Косинус Особоположительный Значит Вот Первое Это Закон Сохранения Энергии В механике Только У нас Теперь Вот H Это R Плюс R Косинус Бета Вот R Плюс R Косинус Бета Вот Это H И Опять же Такие Уравнения Второго Закона Ньютона В проекциях На Ось Х Которая Направлена К центру Чем Отличается Движение В верхней Части Вот Этой Полуокружности От Нижней У нас В нижней Части Проекция Силы Тяжести На этот Радиус Была Отрицательной А здесь Она Стала Положительной То есть Теперь Сила Тяжести Помогает Гружу Двигаться С Центротемительным Ускорением Направленным Центру От этой функции Она может Освободить Силу натяжения Нити В этот момент Нить и провиснет Значит Вот мы Из вот этих Соотношений Получаем Вот Систему Двух уравнений При заданном Угле Бета Если мы Интересуемся Конкретным Углом Бета Есть такие Задачки Где надо Найти силу На смерть Который Давит На желоб Это Та же Самая Мертвая Петля Всем понятно Что Мертвая Петля И движение Шарика Грузика На нити Это одна и та же задача Только Сила натяжения Нити Заменяет Сила Нормального Давления Со стороны Желоба Значит Вот мы Получили Два уравнения Для При заданных Бета То есть Задан угол Где находится И Заданной Скоростью В нижней точке Это два уравнения Для двух Неизвестных Т Сила натяжения Нити В этой точке И В Чего равна скорость Ну Обычно Интересуется Т Вот Решая Относительно Т Получаем Это соотношение Я его специально Отвел Рамочкой Как и итоговая Я его снова Переписал Чтобы мы могли Ну Обновить Крауз Тот же самый Рисунок И вот Это соотношение Какие задачи Можно поставить Первый Чему равна Сила натяжения Нити При заданных Бета И начальных Скорств Вот Все Вот прямо Эта формула Дает ответ Второй Какова должна быть Наименьшая Возможная Скорость Так Дорогие коллеги Светлана Анатольевна Не отвлекайте Первый день Здесь на это Замечательно Я тоже Присоединяюсь К поздравлениям Но Давайте мы Сосредоточимся На Потому что Вы же Отвлекаете Этим всех И меня В том числе Отвлекаете Я благодарю За поздравление Но Это было Отнесение Значит Второй Какова должна быть Наименьшая Возможная Скорость Груза В нижней Точке Чтобы груз Двигался По окружности Чтобы нить Не провисла Где-то До достижения Груза В верхней точке Чтобы она Значит Для этого Для того Чтобы груз Мог двигаться Я вас прощаю Конечно О чем разговор Значит Для того Чтобы груз Мог двигаться По окружности Нить Может Силом Нитяжение Нити Может Обратиться В нуль Только В самой Верхней Точке Вот Значит В верхней Точке Т обращается В нуль Верхняя Точка Бета Равно Нулю Починус Бета При этом Равен Единице Выражение В скобках Равно Пяти И отсюда Получаем Что М Вот В В нижней Точке В квадрате Равно Пять Ж Р Ну Или Сама Сама Скорость Корень Квадрата Из Третий Вопрос А чему Равен При этом Вес Груза Снова Вспоминаем Что это Вес Вес Груза В нижней Точке Окружности Вот Вспоминается Соотношение Которое У нас Уже Было Для Мы Писали Его Для Нижней Точки Получаем Помните Мы Говорили Об этом Что Вес Груза Если Груз Может Двигаться По Окружности То При Минимальной Скорости При Которой Он Может Силы Тяжести Шесть Раз Такая Довольная Следующий Вопрос Смотрите Вот Мы Не Бросаем Такой На Пол Пути Мы Лучший Сок Навеки Извлекли Мы Будем Положительные Примеры Брать Даже В Обличающем Стихотворении Вермонтова Будем Поступать Не так Как Он Говорит Что Это Стихотворение Дума Если кто Помнит Мы Лучший Сок Навеки Извлекли Из Каждой Радости Не знаю Наслаждения Мы Лучший Сок Навеки Извлекли А мы Будем Извлекать Сок Это Так Сказать Польза Для Нас Значит Какова Наименьшая Возможная Скорость При этом В верхней Точке Окружности Вот Смотрите На Первый Взгляд Можно Подумать Что Для Того Чтобы Тело Совершило Полный Оборот Грузик Надо Чтобы У него Хватило Пороху Хотя Добраться До По Окружности Потому Что Для Этого Тут Он Движется С Ускорением Центростремительным И Поэтому Если У него Скорость Обратится В ноль Он Просто Рухнет Вниз Поэтому Скорость В отличие От Грузика На Стержни Чуть Позже Мы К этому Перейдем Значит Если На Ните То Минимальная Скорость Верхней Точке Не Равна Нулю А Чему Она Равна Она Равна Вот Мы Используя Закон Сохранения Энергии Вот Он Можем Сравнить Скорость Нижней Точки И В Нижней Точке Верхней Точке Это Финетическая Энергия Верхней Точке В Нижней Точке Это Изменение Потенциальной Энергии Получаем Что В верхней Точке Минимальная Скорость Корень Ж А Чему При этом Равна Ускорение Груза Нет Проблем Это В квадрате Битнер Оно Равно Ж То есть Оно Равно Ускорению Свободного Падения Ускорение Груза Верхней Точке Сообщает Только Сила Тяжести Потому что Сила Тяжения Нити Обращается Вновь Кстати Из этого Условия Можно Было С помощью Закона Сохранения Энергии Сразу Найти Минимально Возможную Скорость Нижней Точке Как У нас И Сделано Мы Из Условия Находим Из И Следующий Тоже Вопрос Такой Элемент Провокация Чему Равен Вес Груза Верхней Точке А Верхней Точке Равен Нулю Потому что В верхней Точке На него Не действует Сила Натяжения Нити Нет Ни Опоры Ни Подвеса На груз Действует Только Сила Тяжести И Следовательно Находится В этот Момент В один Счастливый Для него Момент Он Находится Состояние От нуля В верхней Точке До 6 Мж В нижней Точке Вот смотрите Какой Мы Здесь Сделали Следующий Вот теперь Уже Это мы Рассматривали Случай Когда Делает Полный Оборот А теперь Давайте Вот Где-то Провисло Где-то Провисло Это значит Что в этот Момент Вот А если Скорость Мы Внизу Сообщили В нижней Точке Меньше Чем 5 Если 5 Или Больше Будет Двигаться По окружности А если Меньше Чем Кодин 5 Ж Тогда Не сможет Груз Дойти До Верхней Точки Потому Что В некоторый Момент Сила Натяжения Нити Обратится В нулю Вот Когда Она Станет Равна Нулю Мы Можем Найти Потому Что Вот Из Этого Уравнения Которое В рамке У нас Было Мы Т Приравниваем Нулю И Пользуясь Вот Этим Соотношением Проченьки Между H И углом Бета Находим На какой Высоте Произойдет Этот Отрыв Вот Такие Задачки Были Снижением Шайбы По Внутри Трубы Лежащей Целинбритикой Вот Мы Находим Высоту Если Известно Скорость Внизу Вот Когда Нитрогнитель Груз Будет Двигаться По Параболе Как Дело Брошенное Под углом Горизон Причем Поскольку Мы Знаем Чему Равна В этот Момент Скорость Груза Если Мы Знаем Скорость Груза Знаем Угол Если Мы Знаем Угол Бета То Мы Можем Легко Найти До Какой Максимальной Высоты Тело Поднимется Это Уже Олимпиадная Задачка То Есть Вот Задаем Зазанную Скорость Внизу И Спрашиваем До Какой Максимальной Высоты Поднимется Груз Это Надо Сначала Определить Совершительно Полный Оборот Если Совершит Полный То До Высоты 2 Р Над Нижней Точкой А Если Этой Скорости Не Будет Достаточно Чтобы Совершить Полный Оборот Тогда Где-то Нить Ну Во-первых Скорость Может быть Невелика Тогда Будет Колебаться Тогда Максимальную Высоту То То В зависимости От того Какова ВН Задача Нахождения Максимальной Скорости Подъема Груза Имеет Смотрите Два Подводных Камня Довольно Больших Но Уже Мы Знаем Где Они Находятся И Знаем На Какие Камешки Нужно Наступить Чтобы Эти Камни Обойти Вот Пример Развития Ситуации Вот Такой Можно Красивый Значит Вот У нас Нить Да Тут Вот Гвоздик Да Вот Нить Так И Вот Мы Здесь На Вертикали Которая От Точки Подвеса Мы Еще Нить Она Нить Идет Да Зацепляется В этой Точке За Нижний Гвоздик И Дальше Она Будет Двигаться По дуге Вот Этой Окружности Радиуса Р Малая Вот Это Р Большое Я бы Знаю Р Малая По дуге Радиуса Р Малая И Вот Можно Задаться Вопросом Где Надо Задить Этот Гвоздик Чтобы Если Мы Отклоним Нить Так Чтобы Она Горизонтальная Была Вначале Чтобы Грузик Мог Совершить Полный Оборот Вот Она Довольно Просто Решается Причем Тут Расширение Тоже Можно Так Чтобы Вначале Мы Отклонили Не на 90 градусов А на 60 Градусов Тогда Ниже Гвоздик Задить Можно Вот Вы Смотрите Обратите Внимание Сколько Мы Из Одной Ситуации Выжали Переход К Мертвой Петле Ну Это На самом деле Точки Начальная Высота С которой Начинают Это Должна Быть Шайба Вот Не Шарик Скатываться А Шайба Соскальзива И Вот Тогда Из Закона Сохранения Энергии Мы Можем Связать Начальную Высоту Шайбы Если У нее Начальная Скорость Была Равна Нулю И Скорость Нижней Точки Вот Это Соотношение В Случа Мертвой Петли Надо Рассматривать Скольжение Вот Если Мы Шайбу Спускаем Без Трения Обычно Показывают Этот Опыт С Шариком Потому Что Трудно Сделать Так Чтобы Трения Было Очень Мало Значит Вот Мы Предположим Что Нам Удалось Это Сделать Так Там Смазали Какой-то Смазкой Там Очень Гладкое Вот И Отпустили Шарик И Один Опыт Поставили Шариком А другой Шайбой Что Отрывется Раньше Шайба Или Шарик Вот Оторвется Раньше Шарик Почему Потому Что Часть Начальной Кинетической Часть Начальной Потенциальной Энергии Шарика Превращается В его Кинетической Энергией Вращения Поэтому Скорость Его Ну Тут Нельзя Сказать Поступательного Движения Но Скажем Так Движение Как Целого Будет Меньше Чем Скорость Движения Шайба Поэтому Шарик Вот С какой-то Начальной Высоты Это 5 Вторых Р Как Вы Знаете Шайба Совершает Полный Оборот То Для Шарика Надо Выше Поднять Что Изменится Если Будет Груз Не На Ните А На Легком Стержне Отличие Стоит То Что Со Стороны Стержня Может Действовать Сила Направлена И От Центра Не Только От Центра Стержень Не Дает Грузу Сойти Сокрутно Поэтому Верхней И поэтому В таком Случае Для Верхней Точки Не 5 Не Корень Для Максимально Минимально Возможной Скорости В Нирной Точке Не Корень Из 5 Ж А Корень Из 4 Ж Или Можно Вынес Из 2 Корня Ж Так Эту Ситуацию Разобрали Вот Следующая Ситуация Статика Вот У нас С вами Ну Так До 17 15 Мы Можем Работать Светлана Халитовна Чтобы Время Правильно Рассчитать Значит Это То есть Первую Я закончил Если вопросы По ней Есть Я попробую Спасибо Спасибо Светлана Халитовна Значит Вопросы По первой Ситуации Есть Но вы Потом Спокойно Можете Презентацию Разобрать Но если Есть что-то Принципиальное Что мешало Пониманию То я Попробую Отвести Если нет Давайте Перейдем Тогда Ко второй Ситуации Которой Тоже Можно Посетить Целый Урок Которой Одной Ключевой Ситуации Тоже Очень Много Можно Рассмотреть Так Напишите Пожалуйста Переходим Переходим Ко второй Ситуации Или Кто-то Хочет Вопрос Взять По первой Переходим Ко второй Спасибо Так Значит Вот смотрите Такая вот Красивая ситуация Своего рода Механическая модель ПН-перехода Для полупроводников Вот Такую Очень просто Можно сделать устройство Совсем простенькая Тележка Так Значит Масса Тележки Значения Не имеет Значит Тут На Подвершем На Шарнире Подвешен Стержень Только важно Чтобы Закругленный Конец Можно Линейку Так Подпилить Можно Просто Какую-то Палочку Поставить Вот Это Укрепить На Штативе Можно Каким Это Вы можете Ребят Попросить Как В качестве Проекта Сделать Такую Вот И вот Смотрите Если угол Достаточно Большой Вот По отношению К вертикали То тележку Можно И туда И сюда Двигать Правда Заметно Что в одну Сторону Намного Легче Чем другую Но все-таки Можно Туда И обратно Если Этот угол Будет Мал То Влево Двигать Можно А вправо Никак Вот Какую бы силу Вы не Прикладывали К тележке Если Вы Только Можно Поломать Конечно Эту Конструкцию Но Если Вот Вы Не Хотите Ломать То Вы Увидите Что Никакой силы Вы Право Ее Не Протолкнете То Возникает Односторонняя Проводимость В одну Сторону Можно В другую Нет И Это Используется Оказывается Вот Это Явление Заклинивания Возникает Заклинивание В таком Случае Если Мы Вот Мы Его Рассмотрим При каком Услове Возникает Как И что Вот Эта Задачка Как раз Была Заклинивание Это Довольно Известная Задачка Она И на Олимпиадах Встречается И Она И в ЕГЭ Может Вполне Появиться Скажем При каком Минимальном Угле Происходит Тележку Невозможно Или при каком Минимальном Угле Тележка Может Двигаться Справа Под действием Приложенной Правости Вот Поэтому Здесь Тоже Целый ряд Задач Возникает Значит Чем тут Нужно Пользоваться Вот Возникает Вопрос Мы хотим Исследовать Эту ситуацию Чем мы Можем Пользоваться Вот Что у нас Тут Все время В покое Остается Стершень Тележка Движется А стержень Покой Поэтому Можно Использовать Условер Она Если Стершня Заменим Дальше Тележку Бруском Будем Пренебрегать Трением Шарнире И трение Между Бруском И столом Но Учитывать Трение Вот Видите Заменили И давайте Случай Так же Как у нас Было При движении По Грузика Подвешенного На Нити Мы сначала Разматривали Внизу Колебания Разобрались С ними Потом Мы разобрали Случай Когда У нас Груз Может Выше Подниматься Но еще Не сходится Кружность И мы Нашли Чему равна Силонатяжение Нити В произвольной Точке Разобрали Случай Когда Может Совершить Полный Оборот И только Потом Взяли За самое Сложное Когда Возникает В какой Точке Груз Сходится Кружность И нить Начинает Провисать Вот Это Мне кажется Такая Правильная Методология Исследования Ситуации Когда мы Постепенно Ее Усложняем Значит Вот Рассматриваем Сначала Когда Брусок Вообще Пакуется Вот Брусок Пакуется И Стержень Пакуется И Какие Условия Равновития Вот Здесь Самый Первый Вопрос Который Вот Именно На этой Простой Ситуации Разобрать Относительно Какой Точке Удобнее Использовать Второе Условие Равновесие Для Стержень Вот Когда мы Используем Второе Условие Равновесие В данном Случай Первое Вообще Даже Не нужно Оно Достаточно Второго Мы Все Нужно Повышим Только Из одного Второго Условия Равновесия Но Вот Секрет Применения Второго Условия Равновесия Вот Если Напомнить Деткам Обратите Внимание Что Во второе Условие Равновесия Что Алгебрическая Сумма Моментов Должна Быть равна Нулю Относительно Любой Точке Любой Это Расширение Тела Закрепленного На оси Если Мы Включим Силу Приложенную В самой оси То Тогда Относительно Любой Точки Вот Это Очень Важно Раз Относительно Любой Точки То Нужно Стремиться Выбрать Такую Точку Которой Приложены Силы О Нулю И мы можем Вообще Их не Рассматривать Значит Если Мы Относительно Точки О То есть Точки Крепления В шарнире То Тогда Нам Достаточно Разматривать Только Тилу Тяжести Действующей На стержне И сил Нормальной Реакции Со стороны Бруска Все И вот Мы Записываем Да Значит Плечи Записываем Аккуратненько Да Для МЖ Это Ну Л Это Длина Всего Стержня Значит Плечо Будет Л Пополам Синус Альфа Тут Л Синус Альфа И вот Мы Получили Такое Соотношение Вот Совсем Простое Соотношение Вот оно Какие Задачи Можно Поставить И какие Выводы Можно Сделать Обратите Внимание Мы Все Время Следуем Идеологии Исследования И это Намного Интереснее Для Детей Потому Что Мы Учим Их Исследовать Мы Не Учим Искать Ответ На Уже Поставленный Вопрос Вот Это Тупик Понимаете Это Вот У меня Глубокое Убеждение Что Низкие Очень Результаты Обучения Решению Задач Обусловлены Тем Что Традиционно Сложилось Вот Это Искусственное И Губительное Разделение На Теорию Задач На самом деле Его И в Развитии Самой Физики Как Науки Не Было Это Ну Вот Изуродован И к сожалению Вот Этим Делением Курс Получился Потому что Вот Правила А потом Действие По Правилам Когда Мы Действуем По Правилам Мы Никогда В жизни Не Действуем По Уже Записанным Заученным Правилам Вот Вы Изучаете Новую Программу Или Новый Телефон Купили Вы Не Читаете К нему Инструкцию Правильно Вы На самом деле По Ходу Дела Обучаетесь На самом деле Всегда Когда Человеку Нужно Научиться Не Для Сдачи Экзамена Особенно Устово А для Того Чтобы Научиться Что-то Делать Он Всегда Тут же Сразу Применяет Вот Что-то Ужнали Как Вот Птичка Набрала Водички Клювом И Должна Поднять Вверх Чтобы Водичка Затекла Внутрь Вот И Дети Точно Так же Устроены Понимаете Не Можете Заучить Правила Это 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 Вообще Жестоко Это Неприятно Это И Тогда Не надо Чтобы Они Формулы Заучивали Вот Мы Специально На Форзах Всех Наших Учебников Написали Все Формулы Которые Нужны Вот Они Три Два Три Раза Посмотрят Вот Один Из Аторов Моих Не буду Называть Кто Говорил Я Сразу Заставлю Моих Учеников Заклеить Эти Форз На самом деле Пару Раз Пусть Посмотрит Два Три Раза Посмотрит Он Запомнит И потом Будет Пользоваться Не надо Понимаете Есть Произвольное Запоминание И Непроизвольное Вы же Это Хорошо Знаете Как Петовуки Непроизвольное На Многом Вот Она Видите Мои Ас-автор На Воре Шапка Горит Вот Значит Это Вот Дина Александровна Вот Ну Конечно Конечно Мы Слава Богу Всюду Находили Общий Язык Слава Это Очень Хорошо Но Я Прислушивался К мнению Моих Авторов Не меньше А может Даже Больше Чем Они К моему Это Надеюсь У нас Были Ленее Приличные Получили Значит Понимаете Непроизвольное Запоминание Намного Ценнее И Надежнее Чем Произвольное Вот Произвольное Это Когда Вот Очень Неправильно Учат Иностранному Языку Заучить Сегодня Десять Слов Это Ну Это Очень Плохой Способ На самом деле Нужно В тексте В контексте Они должны быть То есть Сейчас Мы должны читать Текст Пытаясь Догадаться Посмотреть Словарь Потом Снова Не Надо Заучивать Вот В деятельности Намного Все Лучше Усваивается Понимаете Нету Вот Этого Тупого Заучивания Вот Сколько Я уже Физикой Занимаюсь Сказалось Вы должны Все Формулы Наизусть Помните Я их не помню А многие По ходу дела Вывожу Заново Мне легче Заново Вывести Обычные Значит Вот давайте Эту ситуацию Какие Задачи Можно поставить Какие выводы Можно сделать Ну например Сразу Не очевидно Что сила Давления Стержня На брусок Вот Н Да Ну или Бруска На стержне Неравный По модулю В следствии Третьего Закона Что она Не зависит От угла Наклона Стержня Это не очевидно Это вы можете Сразу спросить Вот Если увеличивать Угол наклона Будет сильнее Или слабее Давить Вот Если брусок Движется То зависимость Появляется От угла Наклона Значит Не зависит Ни от угла Наклона Стержня Ни от его Длины Половинки Равен Но оказывается Это не будет Справедливо Если Брусок Движется Переходим К этим Следующая Посложная Ситуация Брусок Движется Влево Влево Вот туда Куда наклонен Стержень Туда и брусок Движется Движется Под действием Силы Если он Движется Тогда между Бруском И стержнем Действует Сила Трения Скольжения Вот Уравнение Вот Второе Услое Равновесия Для стержня Тоже Относительно Точки О Вот оно Вот появилось Новое Действующее Лицо Сила Трения Скольжения У нее Плечо Будет Л косу Сальфа И Соотношение Между силой Трения Скольжения И силой Нормальной Реакции Ф Трения Скольжения Равна Н Два Уравнения Для двух Неизвестных Н И Ф Трения Скольжения Вот Н Решая Относительно Н Получаем Вот Такую Вот Что мы Отсюда Давайте Перейдем В следующей Страничке Вот Эта же Ситуация Вот Мы Получили Такое Уравнение Что Мы Здесь Видим Вот Эта В обратную Сторону Будет Сила Приложена Значит Но Сейчас Знаменатель Больше Езницы Дрог Меньше Значит Смотрите Совершенно Неочевидная Весть Если На брусок Действует Сила Направленная Горизонтально То Уменьшается Вертикально Направленная Сила Давления Стержня На брусок Вот Это Совершенно Неочевидно То Смотрите Происходит Если Мы Тянем Брусок Влево То Стержень Будет Слабее Давить На брусок Чем Если Брусок Покоится Не знаю Как Для вас Для меня Это Неочевидно И забегая Вперед Можно Спросить Ага Если Мы Движем Влево Брусок То Сила Давления Стержня На брусок Меньше Чем В случае Если Брусок Покоится А давайте Какая Гипотеза Как Будет Изменяться Сила Давления Если На брусок Будет Действовать Сила Направленная Вправо Вот Уже Тут У ребят Может Появиться Ага Если Влево Уменьшается То Право Может Увеличиваться Не обязательно Но Может Такое Быть И Это Уже Начинает Проясняться Понимание Из-за чего Может Возникнуть Заклинивание Хотя Брусок Начинает В эту сторону Работать Мысль Догадка Ну Если Мы знаем Силу Нормального Давления Вот Формула Мы Можем Найти Чему Равна Сила Трения Скольжения Брусок Двинется С места Если Приложенная Сила Больше Чем Сила Трения Скольжения Иначе Будет Сила Трения Покоя Работать Поэтому Значит И Будет Двигаться С вот Таким Ускорением Ф Малая Масса Масса Сержня М Дальше Масса Вот 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 Мы Получили Это Уравнение Какие Задачи Можно Поставить Какую Силу Надо Приложить С места Влево С каким Ускорением Будет Двигаться Брусок Как Изменятся Показания Гладких Весов Чтобы Не возникало Силустрения Гладких Весов Под Бруском Когда Он Начнет Двигаться Влево Уменьшится Не очевидно Вот Смотрите Задача Лежит Брусок На Весах Показывает Весы Сколько Там 600 Граммов Да Ну Они Показывают В массу Если Это Не Динамометр Начали Двигать Влево И Показания Весов Уменьшились Но Это Не очевидно Третья Посложность Ситуация К бруску Приложена Сила Направленная Вправо И Брусок При этом Движется Вот Он При этом Мы Снова Записываем Условия Равновесия Вот Давайте Значит Здесь У силы Трение Скольжения Меняется Знак Теперь За счет Того Что она Будет В эту Сторон Она Была Влево Направлена Теперь Справа Значит И Вот Решая Относительно Силы Нормальной Реакции Мы Получаем Вот Смотрите Отличается От Предыдущего Только Тем Что там Был Плюс А тут Минус И Теперь Сила Нормального Давления Больше Чем Она Бывает Для Покоящего Собруска Которая Смотримся К этому Ответу Внимательнее Мало Того Что Н Больше Мы Видим Что Если Знаменатель Во первых Может Приближаться К нулю Н Будет Стремиться К бесконечности Тогда Но Если Знаменатель Будет Отрицательным То Вообще Такое Н В данном Случа Это Положительная Величина Это Модуль Силы Нормальной Реакции То Есть Такое Движение Бруска Вправо Возможно Только Если Вот Это Выражение В знаменателе Будет Больше Нуля То Есть Ну Очень Просто Решается Просто Перепишем Котангенс То Если Тангенс Альфа Больше Мю Значит Брусок Можно Подвинуть Справо Если Угол Достаточно Велик Да Тангенс Возрастающая Функция Угла То Если Тангенс Альфа Больше Мю Напомню Что Очень Ну Такое Соотношение Да Справедливо Для Тела На Наклонной Плоскости Шероховато И Тело Сдвинется С места И Начнет Скользить По Наклонной Плоскости Если Тангенс Угла Наклона Плоскости Больше Чем Концент Наклонной Используется В технике Вот Игорь Николаевич Мне Он Очень Хорошо В технике Разбирается И Сказал Что Оно Используется В тормозных Устройствах Вот И Вот Здесь Задайте Вопрос Действительно Никакой силы Нельзя Сделать Право А Если Вот Здесь Бульдозер Или Танк Понятно Что Это Хороший Повод Обсудить Ограниченность Любой Модели Мы Предполагаем Что Вот Этот Шарнир Тут Неподвижен Но Что Значит Неподвижен На самом деле Все Что Создано Человеком Человеком Может Быть Разрушено Поэтому Конечно Можно Такой Силой Надавить Что Все Это Поломается Но В пределах Модели Вот Если Брусок Сдвинуть Справо Невозможно Вот Я Переписал Еще раз Эти Соотношения Которые Мы Только Что Получили Сил Нормальная Реакция С минусом Чему Равно Сила Трения Скольжения Умножаем На Ню И Чему Равно Ускорение В этом Существе Какие Задачи Можно Поставить Ну Первое Какую силу Надо Приложить Чтобы Двинуть Брусок С места Право Если Нет Заклинивания Во сколько Раз Эта Сила Больше Той Которую Надо Приложить Чтобы Двинуть Брусок Влево Отличие Огромное Вот Например 7 Равно 0.5 Это Реальное Совершенно Концентрение 0.5 И Угол 30 Градусов То Это Соотношение Вот Это Отношение Силы Которую Нужно Приложить Чтобы Двигать Право Силе Которую Нужно Приложить Чтобы Двигать Влево Оно Ровно 14 То Больше Чем На Порядок Отличается Намного Труднее Двигать Право Чем Влево Вот Это Видите Вот Путь К Проектам На самом Деле Вот Это Создание Такой Модели Механическая Модель ПН Перехода Вот Прямо Готовый Проект Дети Смогут Сделать Важно Чтобы Они Могли Объяснить Что Происходит Потому Что Сделать Это Не Так Сложно И Вот Какой Нибудь Троечник Или Четверочник Да Вот Это Может Сделать Получить Положительную Серженек Подвесить На Гвоздики И Фокус Это Показать Сложно Вот Действительно Вот Ну С каким Ускорением Будет Двигаться Брусок Как Изменяется Показание Глаз Вот Четвертая Посложная Ситуация Самая Трудная Бруску Приложена Сила Приложенное Право Но Брусок Остается В покое Он Может Остаться В покое По Двум Причинам Может Остаться В покое Потому что Произошло Заклинивание Это Только Что Мы Говорили Но Может Остаться В покое Потому что Эта Сила Сила Трения Покоя Если Будет Сила Меньше Чем Сила Трения Покоя Максимальная То Так Остается В покое Поэтому Смотрите Эти два Случа Еще Надо Разобрать Различить Вот Мы Тянем Право С какой Силой А Брусок Покоится Надо Если Мы С большей Силой Или нет То есть Вот Здесь Когда Мы Тянем Брусок Покоится Возможно Еще Две Разных Ситуации Это Вот На Это Нужно Чтобы Ребята Вот Так И Задайте Вопрос Вот Здесь Обязательно Заклинивание Или Не Обязательно Не Обязательно Значит Вот Записано Первое Слове Равновесия Для Бруска Вот Мы С ним Уже Имели Дело Только Состоит И Трение Покоя Не Скольжения И Теперь Неравенство С Неравенствами Детки Работают Очень Туго Да Поэтому Нужно Чтобы Они Не Боялись Вот Смотрите Значит Вот У нас Получилось Три Уравнения Вот Первое Уравнение У нас Раз Брусок Покоится Значит Это Сила Приложенная Равна Телепрения Покоя Неравновешивают Друг Друга Я Только Горизонтальные Силы Изображаю Приложные Значит У нас Вот это Первое Соотношение Незу Р Внешние Силы Силы Трения Покоя Второе Условие Равновесие И Неравенство Что Надо Сделать Р Трение Покоя Сразу Заменить На Р Вот Здесь Отсюда Можно Выразить Эту Р И Подставить В это Неравенство И Мы Получаем Вот Такое Соотношение Это Условие Того Что Брусок Останется Упокоит Давайте К нему Присмотрим Завниматель Вот Условие Того Что Брусок Останется Упокоит Смотрите Оно Очень Интересное Это Неравенство Вот Здесь Выражение В скобках Может Быть Положительным Равным Нулю Или Отрицательным Если Оно Меньше Вот Если Оно Равно Нулю Или Меньше Нуля То Самген Тальше Меньше Не Равен Ню То Вот Это Неравенство Выполняется При Любом Значении Правильно Потому Что Тогда Здесь Будет Либо Ноль Либо Отрицательная Влечина А тут Всегда Будет Положительная Это И есть Заклинивание Мы Снова Открыли Явление Заклинивания То Подошли К нему С другой Стороны Сначала Мы Его Открыли Рассматривая Движение От бруска И При Каком Условии Движение Возможно И Открыли Там А Здесь Мы Рассматриваем Когда Брусок Наход В покое Снова Мы Его Открыли Значит Если Тангенс Альфа Меньше Или Равен Мил То Никакой силы Сдвинуть Нельзя В рамках Нашей модели Выполняется Имеет Место Заклинивания Если Заклинивания Нет То Тангенс Альфа Больше Мил То Все равно Брусок Может Остаться В покое Если Выполнено Заклинивание Чему Равна Сила Нормальной Реакции Вот Чему Равна Сила Трения Вот Тут Неожиданно Простой Ответ Сила Трения Покоя В данном Случа Работает Она Равна Просто Внешний Он Очень Простой Но Надо Обосновать Почему Это Вот И как Изменится Показание Гладки Ну Теперь У нас Осталось Еще Минут Около Десяти Я Хочу Еще Раз Обратить Внимание Это Очень Важно Что Наш Метод Исходит Из того Что Цели При обучении Контролей Должны Быть Принципиально Различными Вот Это Очень Очень Важно Поэтому Я Прошу Прощения За то Что Еще Рас К Этому Возвращаюсь Получить Правильный Ответ На Задачу Важно Только Во Время Контроля Только Во Время Контроля Когда Экзамен Или Контроль На Большинство Уроков Должно Быть Обучающие При обучении Цель Это Не получить Правильный Ответ А исследовать Ситуацию Потому Что Во-первых Как я Уже Говорил Лучше Знать Ситуацию Чем Знать Задачу Потому Что На Одной Ситуации Могут Быть Основаны Десятки Задач Но Еще Важнее То Что Исследование Ситуации Это Развитие Исследовательского Навыка Овладение Которым Решается Множество Задач И Одна Но Если Решаются Обычные Задачи Я говорю Ситуация Только Насушивается Вот Я хочу Показать Сейчас Насчет Следующие Смотрите Это Наши Я Увеличиваю Вот Это Наш Учебник Для Десятого Класса Я Специально Прицепил Оглавление Учебника К презентации Чтобы Вы посмотрели Я На этот раз Не давал Перечня Ключевых Ситуаций Которые У Оглавление Общему Десятому Классу Кинематика Динамика Движение Тела Под действием Сил Направленных Под углом Друг к другу Третий Закон Кеплера Задача Средней Плотности Планеты Геостационарная Орбита Рассмотрена Как ситуация Чем Отличается Удлинение И длина Пружины Последовательное Среднение Пружин Параллельное Применение Закона Гу Как движение Тела С ускорением Движение По горизонтали Под действием Сил Направленных По горизонту Тело На наклонной Плоскости Подробно Рассмотрено Конический Маятник Движение По оклонности Полусферии Конусе Поворот Наклонной Дороги Движение Системы Тел Законы Сохранения Разрывы Разобраны Все просто Невозможно Закон сохранения Энергии В механике Неравномерное Движение По окружности Вертикальной Плоской Подробно Разобрано Нормальное Системиальное Ускорение Движение Груза Я Фрагмент Сюда Сегодня Рассказывал Разрыв Разрывы Дальше Это то Чем мы будем Заниматься На следующем Вебинаре У нас Следующий Вебинар Я тоже Наверное Вот скажите Вот такой Способ Урок Одной Ситуации Если я Разберу Две Ситуации Но зато Подробно Потому что Чтобы Методикой Вы могли Познакомиться Такая Форма Вебинаров Подходит Вам Напишите Пожалуйста Вот Так Хорошо Спасибо Потому что Мне кажется Что здесь важна Именно Вот Методика Разбора Чтобы было Видно Как Спасибо Вам Большое Как из Одной Ситуации Много Можно Выжать Ну и Для Так сказать Я не знаю Вот Просто Еще раз Показываю Вот Учебники Наши И вот Смотрите Вышли из Печати Вот Появились Уже Свежие Экземпляры Вышли из Типографии Вот эти Задачники О которых Я говорил На Предыдущем Да Вот За время Между Двумя Вебинарами Видите Все Три Книжки Вышли Из Печати Задачник Для Десятого Класса Основанный Значительной Степенью На нашем Учебнике Но пригодный Для работы По Любому Учебнику По Одиннадцатому Классу В нем Есть Материалы Для Подготовки К Всероссийским Проверочным Работам И к ЕГЭ То есть Здесь Материалы Вышимка Из Десятого Класса Которая Понадобится Чтобы у вас На руках Все было И Вот Материалы Для Экспресс Подготовки К ЕГЭ Что у нас Дальше Что у нас Дальше Вот Как купить По интернету Ссылка В интернете Посмотрите Ну и Я хочу Поздравить Прекрасных Дам Участников Участниц Сегодняшнего Вебинара С наступающим Праздником Мы Вот Из-за Восьмого Марта Следующий Вебинар Пропускаем Следующий Четверг Который Как раз Приходится На Восьмое Марта И Встретимся С вами Пятнадцатого Марта Тоже Как Время Встречи У нас Время Встречи Изменится Время Встречи Вот Пятнадцатого Марта В шестнадцать Часов По московскому Времени Вот Значит Теперь Если вопросы Какие-то Есть Вот Вам Тоже Огромное Спасибо Всем Участникам Я Не слишком Сильно Темп нормальный Был Мне это Надо знать Для того Чтобы Я правильно Рассчитывал Время На Следующий Вебинар Нормально Сегодня Было Вот То есть Я Выберу Тоже Две ситуации Такие Плодотворные Сочные На Следующий Вебинар На каждом Вебинаре Дальше Мы будем Разбирать Где Но так Чтобы У именно Таких Из которых Много Задач Вырастает Вот Смотрите Это же Вы Можете На одном Задач На одном Уроке Как Сегодня Было С Одной И Другой Ситуации Кучу Задач Разобрать Вот Все Вам Огромное Спасибо Вот Значит Дам Поздравляю Еще раз Обнимаю Всех Сразу Вот Поздравляю С наступающим Праздником Желаю Вам Вот И Всего Самого Доброго До Расстаемся До 15 Марта На Две